Так, Таня больная сегодня поступила, надо ей срочно сделать анализы, она готовится на операцию. Хорошо? Надежда Дегина, передайте, что все анализы где. Хорошо, Василий Марьянович, все сделаем. Упал, очнулся гипс. Это шутливая фраза из кинокомедии, для него суровая реальность. Работу своего отделения Василий Марьянович Головчак знает досконально. За 37 лет, со дня окончания мединститута, он прошел большой путь. Обычный врач-ординатор, потом и есть опыты поликлинического приема, и дежурант, и дежурств, потом после соответствующих учеб, повышения квалификации, защиты квалификационных категорий постепенно, можно сказать, рост в карьерном плане, и вот уже много лет подряд, более 20 лет, являюсь заведующим торгологическим отделением. Для многих, особенно пожилых пациентов, перелом и потеря способности передвигаться – серьезные испытания. А потому работу врачей они неизменно воспринимают как чудо. В этом отделении чаще, чем в других, произносят известную библейскую фразу «Встань и иди». Вот могу и встать, и вот могу пройти. Это перелом шейки бедра. Конечно, это фантастика, вот то, что делают наши врачи. Это фантастика. Мне кажется, что мне лично это напоминает какие-то старые добрые времена, знаете, когда все было надежно, спокойно так. Отделение рассчитано на 65 коек в прошлом году. Здесь прошли лечение 1700 человек. Пациенты получают в отделении помощь даже в самых сложных случаях. Мы являемся трансцентром второго уровня в программе оказания помощи при дорожном транспортном травматизме. Травмы довольно тяжелые, с ДТП доставляются к нам в больницу. Тех, которые нуждаются в экстренных операциях, оперируются прямо по экстрену. Вот. И за прошлый год у нас более 100 человек прошло лечение после пострадавшей дорожного транспортного травматизма в отделении. Святая святых отделение – операционное. В настоящий момент здесь работают нейрохирурги. Наличие в штате таких специалистов говорит о многом. Сейчас они делают сложнейшую операцию на шейном отделе позвоночника. Наша операционная оснащена современным оборудованием. И один из аппаратов, который мы получили по программе дорожного травматизма, о котором я говорил, это рентгеновский интероперационный аппарат электронно-оптический приблизователь, который позволяет во время операции производить рентгеновское обследование, более точно устанавливать импланты, более точно, корректно проводить операции. В прошлом году в отделении проведено более 850 операций, в том числе высокотехнологичных, реабилитация после которых проходит в течение всего нескольких дней. Понятно, что здесь был задний доступ, да? С задним доступом мы идем. В отделении работает 12 высококвалифицированных врачей и 19 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. Заведующий оценивает себя как строгого руководителя. Наверное, являясь для них строгим, они об этом знают, по крайней мере на работе, требую от них максимальной отдачи, поскольку это больные, больницы, здесь другого отношения быть не может. Впрочем, сотрудники и пациенты несколько иного мнения. Для них Василий Марьянович скорее старший мудрый товарищ и добрый доктор, а отделение живет и работает как большая дружная команда. Здесь людьми очень хорошо и с коллективом, и с больными. Очень замечательный у нас заведующий. И вообще у нас очень хороший состав отделения. Здесь такое хорошее отношение, очень хорошо. Что белье, что санитарчик, что медсестры, что врачи. Все прекрасно, очень прекрасно. Вообще бы им надо прибавить зарплату. Зарплату поднять, наверное, было бы неплохо. Но, судя по всему, не ради денег 37 лет работает в больнице Василий Марьянович Головчак. Благодарность больных он считает главной своей наградой. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.